Давайте будем благословить друг друга. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Благословением первенца в эпоху 237 стран восстановим 10 тысяч верующих. И сегодня мы можем на 100% испытывать Божью любовь, которая никогда не заканчивается. Поэтому пусть сегодняшнее богослужение будет так по-новому. И желаю, чтобы вы могли проверить и одерживать победу через сегодняшнее богослужение. Пока мы живем на этой земле, мы сталкиваемся с различными проблемами. И вот каждый раз, когда мы стоим перед этими проблемами, мы думаем, как решить эти проблемы. А также в нашей жизни, хоть мы пытаемся жить усердно, но приходят кризисы, которые я не желаю испытывать. И вот когда приходят эти кризисы, и вот тогда как вы решаете эти трудности? Да, конечно, могут быть различные трудности и конфликты, также есть. И вот когда люди сталкиваются с конфликтами, тогда люди, как люди, они решают эти проблемы? Как они относятся к этим проблемам? Много людей, когда приходят трудности, конфликты, кризисы, когда приходят такие трудности, значит, по Библии, следуя принципу Божьего Слова, вот так вот подумать, и так получать ответ. Но вот это не получается. Наоборот, по мирски, по принципам этого мира, по своим мыслям, смотрят на кризис и стоят вот таким образом пред лицом трудностей и конфликтов. Вот есть у нас заботы. И даже если я хожу в церковь, даже если я являюсь чадом Божьим, но если я не знаю принципа, принципа, который говорит мне Божьим Словом, тогда поступаю по-мирски. И вот этот мирский способ становится моим стандартом. И пытаюсь по-мирски все решать. То есть вот в церкви можно увидеть людей, которые так поступают. И получается, чем больше человек так поступает, тем сложнее становится жизнь веры. И тем больше человек по прошествии времени сам разрушается. А что это за принципы мира, которые используют люди? Это усердно делай. Можешь, ты не можешь. Не можешь поражения. Вот это и есть принципы этого мира. И хоть люди, они имеют в мире какие-то знания, хоть люди добиваются успеха какого-то в мире, даже если они имеют материальное, но, более того, из-за всего этого они потихоньку разрушаются, люди. И как тогда мы можем в своей жизни решать проблемы? Можем ли мы тогда решить кризисы, которые приходят в нашу жизнь? Трудности, конфликты. Можем ли мы это решить? Вот, более того, сказать, самое важное — это духовная проблема. Успех, знание, материальное и все остальное. То есть, это все нам дано, чтобы объяснить Христа. Но если этого не знать, тогда люди, они застревают в духовных проблемах, и даже если они имеют материальное, все равно разрушаются. Даже если они имеют знания, разрушаются. И наоборот, из-за всего этого люди не могут услышать Евангелие. Вот приходят такие результаты. Поэтому, чем больше проходит времени, тем становится сложнее. И в церкви так же само. Поэтому, вот, мы с вами не те люди, которые должны жить по-мирски. Поэтому нам, особенно в церкви, необходимо бросить духовный вызов. Потому что в этом мире все люди разрушаются, потому что они не знают принципа Божьего жизни, принципа Божьего Слова. Поэтому Бог, наоборот, нас призвал, чтобы мы спасали этот мир, а не следовали за Ним. И тогда нам необходимо, наоборот, исцелять, исправлять тех людей, которые живут в этом мире и разрушаются. И как это делать? Все зависит только от одного. Знаю ли я принцип Божьего Слова или не знаю? Нахожусь ли я в Божьем Завете или не нахожусь я? Поэтому, оси А4-6 сказано, «Мой народ разрушен из-за недостатка ведения». То есть, действительно, Божье Слово — важная вещь. Знаю я это или нет? Вот Библия говорит, что это есть принцип жизни. Знать Божье Слово, знать Божьего Завета. А почему люди, вот они живут по-мирски, следуют по-мирскому? Потому что они не знают духовного, духовных принципов, не знают духовного творения, духовную проблему не знают, духовное благословение не знают. Поэтому просто живут по-мирски, живут по принципам этого мира. И они думают, что принцип этого мира — это все. Но внутри меня, в церкви, люди получают влияние из-за мира. Поэтому люди, они следуют за этим миром. Поэтому в это время, вот я с вами, которые живут в этом пустыне, «Как нам одерживать победу?» Это то благословение, за которое я желаю, что вы ухватились. Значит, имея принцип Божьего Слова, как нам жить в пустыне. Вот в чем нам необходимо убедиться во время жизни в пустыне. Вот, желаю, что вы ухватили за это. И что вы могли понять это и одерживать победу во имя Господа Иисуса Христа. Итак, первое. Значит, первое. Мы не можем жить по мирскому методу. Вот, тем методом, которым живут люди в этом мире, не можем жить. Поэтому Бог, Он дает нам свой метод. И что это за метод? Первое. Вот то, что мы прочитали сегодня, в Сыричном Слове, в Иисусе Навина, пятой главе. Обрезание. Затем соблюдайте Божье Слово. Вот, если посмотреть пятую главу, то вот здесь есть стандарт, как получать ответы. И это есть, вот, обрезание сказано. И потом, Пасху соблюдайте. И третье. Сказано, что снимите одежду вашу. Итак, что значит обрезание? Это способ, еще раз, убедиться в Божьем благословении. Вот это и есть метод жизни в этом мире. А что значит соблюдайте Пасху? Это каждый день проверять, что Иисус является Христом, и держаться за это. И еще, снимите обувь вашу. Не одежду, а обувь вашу. Что это значит? До этого ты жил по своему способу, как ты хотел. А теперь, как чадо Божие, следуй за водительством Духа Святого, и так живи. И вот уже в Иисус Навин, 6 главе, мы видим Ерихон. То есть, мы видим ситуацию, когда они вот-вот уже будут воевать. И вот это тоже Бог говорит слово. И вот смотрите, сейчас война, и какое обрезание? Какое Пасха? Зачем обувь снимать? То есть, для израильского народа вот это слово, оно не совпадало, потому что была ситуация, сейчас война будет. Но, с Божьей точки зрения, это был ответом. Обрезание — ответ, соблюдение Пасхи — ответ, и снять обувь свою. Вот это и есть ответ. То есть, действительно, вот это необходимо было сделать в пустыне. Поэтому, вот, нам необходимо с вами посмотреть на особенность Божьего народа, на обрезание, для того, чтобы мы одерживали победу. Не просто одержали победу, а чтобы мы завоевали места действия этого мира. Поэтому я благословляю, чтобы это время стало таким благословенным для вас. Первое. характеристика Божьего народа — это обрезание. Итак, вот впервые, где говорится о обрезании относительно израильского народа, это Бытие 17-го, 10-й стих. Значит, Бог призывает Авраама, и Он дает ему завет. И что это? И вот этот завет — это было обрезание. Значит, сначала... Авраам, он выходит из дома отца, дома родственника, и получается, с момента, когда он вышел из ура халдейского, и потом родил своего сына, прошло где-то 34 года. И потом Бог дает ему вот этот завет, что... Бытие 17, 10 я прочитаю, «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между вами и потомками, которыми твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол». Вот так сказано. И затем, вот, до этого Бог, Он дает... И потом Бог говорит Аврааму, что теперь имя твое не Авраам, а Авраам. Поэтому ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды. И затем, вот это, 10-й стих, еще раз прочитаю, «Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол». Поэтому весь народ завета после Авраама, они обрезались. И вот Бог, Он дает вот это слово об обрезании. И потом, Бог, Он дает слово Аврааму, что жена твоя, Сара, она родит тебе сына. И получается, у Авраама было два сына, вы знаете, Авраам и Измаил. Но Измаил, Он не был сыном в Завете. То есть, он не являлся сыном Завета, поэтому он не получал заветный Божий благословение. Но Бог, Он говорит, что через Сару, твою жену, Я дам тебе сына. То есть, вот этот завет, завет народа Божьего, Божий благословение, передались Завету, передались Исааку. Поэтому Исаак, он тоже был обрезан. Поэтому, почему обрезаются, вот, как мы прочитали сегодня с вами, Иисус Навин 5.2, в то время сказал Господь Иисусу, сделай себе каменные ножи, и обрежь снова Завета во второй раз. И почему надо было обрезать? Да чтобы каждый из них лично никогда не забыл о том, что Он является народом Божиим. И так же самое Исаак, получив обрезание, он понимал, что Я народ Завета. Я народ Божьего Завета. То есть, для того, чтобы научить этому Исааку, Бог говорит, сделай обрезай. Поэтому смысл обрезания, не что иное, как напоминание, содержание того, что Я народ Божий. То есть, мы с вами не такие же, как люди этого мира. Мы избраны Богом. То есть, вот, и чтобы вот это дать понять, Бог сказал, обрезание дай. То есть, мы с вами чадо Божие, которые получили призыв Божию. И для того, чтобы мы помнили об этом, мы не забывали. Бог говорит обрезание. Обрезание. Завоевать Ханан, спасти весь мир. Мы народ Божий. Чтобы помнить вот эту свою характеристику, свою особенность, Бог говорит, обрезание делайте. Это так. Вот. Обрезание — это то, что восстанавливает мои отношения с Богом. Я чадо Божие, чтобы иметь такую уверенность. Но из-за того, что израильский народ, они упустили это, пока они были в пустыне, все то, что они приобрели, все, что они имели в Египте, из-за этого они духовно блуждали, духовно падали. То есть, запечатленная египетская культура, и то, что пустило корни, и то, что уже проявилось, как духовная проблема, вот это все было у первого поколения в пустыне. Поэтому Бог говорит сегодня Иисусу науэду, сделай обрезание. Вот если посмотреть третий, четвертый стих, то сказано, те, которые вот первое поколение вышло из Египта, они все умерли в пустыне. А следующее поколение, которое родилось в пустыне, они еще не были обрезаны. Вот четвертый стих прочитаем. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов в Израилах. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне по пути, по ишествии из Египта. Пятый стих. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. То есть, само собой, то есть, вот это новое поколение, оно духовно колебалось. То есть, само собой, они впадали в проблемы, в обстоятельства. То есть, они даже не могли понять, почему эти проблемы и трудности приходят. Но для того, чтобы им сказать, что вы народ Божий, вы чадо Божие, чтобы вы не упускали теперь Божьей Болосвели, чтобы они приобрели такую вот характеристику, такое понимание особенностей своей, Бог говорит, обрезайте их. То есть, Бог, вот, и потом, Бог говорит, чтобы это было всегда. Вот седьмой стих. 5-7. А вместо них воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус. То есть, другими слами, чтобы постоянно потомки, чтобы постоянно потомки были обрезаны. То есть, почему необходимо было всегда обрезать потомков? Чтобы они помнили, что помнили, что вы народ Божий, что вы чадо Божие, вы народ Завета. Поэтому всегда обрезайте потомков. Поэтому мы с вами тоже, которые живем во время пустыни, у нас нет другого способа, как победить это все. Я — чадо Божие. Иметь вот эту уверенность. Я — народ Завета Божьего. Иметь вот эту уверенность. Мы с вами отличаемся от людей этого мира. В этом мире много количества людей, но они не имеют никакого отношения к Богу. А мы с вами, хотя имеем недостатки, может быть, имеем слабости, но мы получили призыв Божий быть чадом Божьим, быть народом Завета Божьего. Поэтому и вот путь каждый день в этом убеждаться во время жизни в пустыне — это обрезание. Путь одерживать победу — это помнить, что я чадо Божье. Давайте скажем, я — чадо Божье. И чем дальше мы идем, чем сложнее становится, чем больше приходит духовная смута и трудности во время пути в жизни, во время пути в пустыне, как одерживать победу? Я — чадо Божье. Я — народ Завета Божьего. Вот всегда помнить это и иметь уверенность. Поэтому вам необходимо всегда проверять, убеждаться в этом, что вы — чадо Божье, что вы — народ Завета Божьего. Тогда всегда будет приходить сила. И вот если посмотреть 9 стих, вот там, где всех обрезали, вот это называется Гал-Гал. Прочитаем 9 стих «И сказал Господь Иисусу, ныне снял я с вас посравление египетское, почему и называется то место Гал-Гал даже до сегодня». То есть имя Гал-Гал переводится, что «снял с вас посравление египетское, искупил вас». Это действительно так. На местах действия чем больше мы убеждаемся, что мы — чадо Божье, тем больше все ненужное отходит от нас. Болезни есть какие-то, трудные есть, есть поражение в пустыне, но через Христа мы стали чадами Божьими. И чем больше мы будем в этом убеждаться, тем больше все остальное будет от нас отходить. То есть все эти трудности и проблемы, они уже с вами, они к вам не имеют никакого отношения. Поэтому это огромное благословение быть чадом Божьим. Иоанна 1,12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, давать быть чадами Божьими». Вот. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, то есть верующим во Христа, Бог давать быть чадами Божьими. А что это за чадо Божье? За чадо Божье Бог несет ответственность, Бог ведет, блюдет их. И никто уже не может отлучить нас от этой любви Божьей. Вот так, как мы сегодня с вами прославляли. Вот. Ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, даже которые действуют в этом мире, и те, которые власть имеют, они не могут нас отлучить от любви Божьей. Почему? Потому что мы драгоценные чадо Божьи. Вот вы очень хорошо знаете римлянам, римлянам восьмую главу. Давайте прочитаем тридцать пятый стих. Сказано, что кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Тридцать девятый стих. Ни высота, ни глубина, ни другая тварь, никто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Вот так сказано. И не только так. То есть, не просто никто не может нас отлучить от любви Божьей. Более того, когда мы, как чадо Божье, молимся во имя Иисуса Христа, обязательно приходит ответ. Вот если посмотрите в Матфея, 7 главу, 9-11 стихи. Очень важный стих. До этого Господь Иисус говорит, что пить, что есть, во что одеваться, даже об этом не переживайте, потому что люди переживают, во что сегодня кушать, а во что одеваться. Вот это то, о чем переживают. А слово четко говорит, не переживай, что пить, что есть, во что одеваться. И дальше, 7 главе, 9-11 стихи, Господь Иисус говорит, «Если между вами такой человек, который, когда сын его, попросит у него хлеба, дал бы ему камень, или попросит рыбы, дал бы ему змею». 11 стих. «Если вы, даже будучи злым, умеете добрые даяния дать детям вашим, тем более, Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». И вот в Луки, вот в Луки 11 главе такое же слово говорится. Но теперь необходимо понять, что это за доброе? То доброе, которое Бог дает, это Дух Святой. Дух Святой. Когда мы с вами, чадо Божие, молимся во имя Иисуса Христа, Бог посылает нам Духа Святого, и это Дух Святой ведет нас, Он с нами пребывает, и Он дает нам победу в нашей жизни. И с силой Духа Святого мы можем наслаждаться благословением всемирной евангелизации. И внутри водительства Духа Святого все есть. Поэтому нам с вами, пока мы идем в пустыне, что нельзя упускать? Во чем необходимо убеждаться? Каждый день. «Я чадо Божие». Я — народ Царства Божьего. И чем больше мы в этом будем убеждаться, тем больше все остальное будет от нас уходить ненужное. Потому что мы уже приняли Христа. Поэтому все уже теперь уже все ушло от вас. Как сказано по сравнению с не то уже. Вот это то, чем необходимо каждый день чадо Божьему вот так вот наслаждаться. Я благословляю, чтобы у вас была такая жизнь. Второе. Есть то, что мы сегодня еще с вами должны убедиться, в чем убедиться через сегодняшнее слово. Итак, второе — это Божий метод. Убеждаться в отношениях с Богом. Значит, первое, в чем необходимо убедиться. Это метод решения проблем. Из-за чего мы с вами беспокоимся? Из-за чего мы переживаемся? Из-за чего мы расстраиваемся? А также вот часто мы хотим все бросить. Из-за чего это происходит? Значит, как решать проблемы, которые в нашей жизни? Если посмотреть в сегодняшнее местное списание, значит, Бог, Он говорит Иисусу на вину. Иисус, Он говорит «Сделайте обрезание». Но это было такое это было слово, когда была очень критическая ситуация. Вот-вот будет война. То есть делать обрезание во время войны — это вообще это слово, которое не совпадает с обстоятельствами. но во время такого особого расписания Бог дает такое слово. И вот смотрите, вот люди во время войны, да, вот они находятся в процессе подготовки, готовятся к бою. А Бог не говорит, что воюете. Более того, Бог говорит «Сейчас обрежь всех сынов израиля мужского пола». То есть это было слово в очень такое тяжелое время, в непростое время. Почему? Потому что война скоро, а если делать обрезание, тогда сразу же слабость приходит. Вот в восьмом стихе сказано «Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте, встанет, доколе не выздоровел». Мужской пол не может двигаться, то есть если враг наступит, сразу же поражение. И вот вы сами подумайте, как израильский народ думал об этом? значит, вот эти вот, вот этот народ, с которым собирался воевать Израиль, они были очень сильными. Но и получается, вот этот народ, который был в Ханане, они все-таки слышали, они слышали о том, что идет народ Божий. И когда они узнали о том, что Бог делал, тогда они, наоборот, они потеряли силу, потому что они не хотели, чтобы пришел израильский народ. Потому что до этого израильский народ уже убил однажды. Однажды убил многих благодаря обрезанию. Вот вы знаете, да, когда дочь Якова изнасиловали, тогда братья дочери Яковы, они сказали, что все вот эти народ, народ насильников, чтобы они обрезались. И когда они лежали без силы, тогда братья дочери Якова пришли и всех поубивали. Поэтому народ в Ханяне, они помнили эту историю. И они знали, они знали, что следует за обрезание. Но почему Богу все-таки в этот момент, когда вот сейчас будет война, Бог говорит, обрежь всех. Почему? Чтобы они не надеялись ни на что другое, а надеялись только на Бога. Потому что завоевание Ханана было возможно только благодаря Богу. Поэтому Бог через вот этот, через обрезание, Он их тренирует, Он их воспитывает, чтобы они надеялись только на Бога. то есть на самом-то деле, на самом-то деле, Бог не говорит, ну просто обрежьтесь. А Бог Он говорит, что оставьте все свое, все свои методы, все свои способы, все свои знания и уровень, опыт, все оставьтесь и получайте только Божье водительство. И вот давайте посмотрим первый стих, когда все цари Амарийские, которые жили по эту сторону Иордана, к морю, и все цари Хананские, которые при море услышали, что Господь иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их и не стало уже в них Духа против сынов Израилевых. Аминь. То есть Бог, Он уже все сделал для победы. То есть Он уже, Бог сделал так, уже опустошил дух ихний. И потом Бог говорит, обрежь народ израильский. То есть это все для того, чтобы израильский народ отпусти, как бы оставил все свое и надеялся только на Бога. То есть когда народ держится за Божье Слово, завоевание Ханана происходит. Почему? Потому что сам Бог завоевывает Ханан. Вот такой вот смысл. Послушайте, мы с вами ничем другим, мы не можем своими силами, своими материальными усердием спасти мир. Только именем Христа мы можем завоевать этот мир. Поэтому сказано, держитесь за тайну имени Христа. вот такой же смысл, что обрести. То есть Бог говорит об обрезании для того, чтобы израильский народ не держались за Божье Слово. То есть так же само, чтобы мы с вами держались только за Христа. Бог говорит им об обрезании наши трудности, семьи, работа. Так же само. как завоевать все эти места действия? В имени Иисуса Христа есть завоевание и победа. Поэтому что необходимо иметь в приоритете? Вот сегодня нам сказано про обрезание, но для нас это тайна Христа. Как одерживать духовную победу? Тайна Божья должна для меня стать приоритетом. А что это за тайна Божья? вот проблема этого мира это духовные проблемы. Может быть этого не видно, но сейчас происходит духовная война в мире. И проблемы этого мира это духовные проблемы. И никто не может решать эту духовную проблему. Поэтому Бог дает нам Христа, чтобы только Христом решить проблемы мира. Поэтому та же самая Христос это ответ для спасения мира. Вот как сказано в Филиппийцам, что пред именем Христа преклоняет всякое колено. Филиппийцам 2.10 пред именем Христа преклоняет колено все небесное земное преисподнее. Поэтому сказано, что пред именем Иисуса Христа, который является Господом, преклоняет колено все. Поэтому вот мы с вами живем в этом мире, значит, использовать метод мира, знание мира не стоит. Наоборот, глубоко входить в Иисуса Христа. И тогда, так же само, как израильскому народу, что надо было делать во время войны? В слухо входить. Вот так же самое, мы с вами пока живем в этом мире, мы не можем спасти мир мирскими способами. Поэтому нам необходимо держаться за имя Христа и провозглашать имя Христа. И вот если войти внутрь имени Христа, тогда есть благословение одерживать победу без войны. Знаете, почему так? Потому что именем Иисуса Христа действует триединный Бог. Триединный Бог ничем другим не действует. Только через имя Христа действует триединный Бог. И когда действует этот триединный Бог приходит 5 сил. И куда сходит этот триединный Бог? В жизнь мою приходит. И если только сходит Бог на мою жизнь, тогда восстанавливается образ Божий. До этого мы потеряли образ Божий, но теперь в имени Иисуса Христа сходит триединный Бог и восстанавливается образ Божий. И проявляется Божье благословение в моей жизни, в моей душе. Действительно, в душе моей проявляется жизнь Божья. И тогда тайна Триединого Бога проявляется в моей жизни. И когда она сходит в моей жизни, тогда жизнь моя восстанавливается в благословении Эдемского сада. Значит, путь наслаждаться благословениями Эдемского сада — это тоже Христос. И если наслаждаться этими благословениями, тогда на меня сойдет благословение света, которым я могу спасти 237 стран. И будут проявляться Божьи действия, которые превосходят пространство и время. И эти благословения будут проявляться в моей жизни, в церкви и на местах действия. Поэтому у нас с вами есть благословение, одерживая победу даже без войны. Послушайте, живя в этом вере, вам необходимо знать, что нельзя спасти мир мирскими способами. Поэтому способ спасти мир — это чадо Божьему восстанавливать Божьему благословению. И затем Божьими благословениями все начинать, сделать приоритетом Божьего благословения. Поэтому каждый день помните, что я чадо Божьему, что я народ Божьего. И надеяться на Бога, смотреть на Бога. Вот это есть жизнь, и это есть ключ, чтобы завоевать и спасти этот мир. Например, я подытожу слово. Война, которая была в пустыне, вот во время войны в пустыне, ключ и метод, средство одерживать победу — это помнить «я чадо Божье». Я народ Царства Божьего. Я народ Завета Божьего. И вот если в этом будет уверенность, тогда те проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, те конфликты, те кризисы, они будут по-другому вам видеться. Потому что вы чадо Божьего. Вы народ Завета. И приоритет во всем, пока мы живем на этой земле, должен быть духовный. Это и есть, получать, это и есть смотреть на Бога и следовать за Богом. Вот это и есть тайна и благословение, как одерживать победу в этом мире. Я благословляю вас, чтобы вы могли восстановить эти благословения. Давайте мы вместе с вами посмотрим на тему молитвы по Слову. И будем вместе молиться. Итак, давайте посмотрим. Значит, это молитва ученика 70, чтобы исцелить проблемы этого эпоха. Давайте вместе прочитаем. Первое. Наслаждаться каждый день благословением, что я чадо Божье. Второе. В любых ситуациях, обстоятельствах, иметь уверенность, что я народ Завета, который уже одержал победу. И наслаждаться благословением, завоеванием всех мест действий. И третье. Помнить, что Божье спасение, Божья защита, действия Духа Святого — это мои благословения. Каждый день испытывать и запечатлеть это в своих мыслях, в своем сердце. И я желаю, чтобы вы, помня эти темы молитвы, могли одну неделю одерживать победу. Давайте споем Иисусе Христос.